Библейский портал экзегет.ру представляет И прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру, их сказал расслабленному, «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Присем некоторые из книжников сказали самим себе, «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи?» Чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Видим, что 9 глава начинается с того, что евангелист Матфей повествует о том, что Христос пришел в свой город. Своим городом большинство отцов, мы знаем, что Христос родился в Вифлееме, долгое время он жил в Капернауме, основное время, но он назаряниным наречется, и говорили, есть ли что доброе из Назарета. Большинство отцов говорят о том, что это был все-таки город Капернаум, где принесли к нему расслабленного. Этот расслабленный, в общем-то, несчастный человек, без сознания, лежал на постели. В Евангелии от Марка во второй главе рассказывается тоже эта история о том, что его друзья очень любили этого человека, и им было его жаль, что он находится в таком состоянии. И они слышали, как мы читали ранее, в 8 и 7 главе, что Христос исцелял больных. Они это услышали, и у них была надежда, чтобы их друг, чтобы он как-то выздоровел, чтобы принести его ко Христу. Видим, что они совершают такой, на первый взгляд, поступок, ну, не очень-то, по всей своей логичности, такой, может быть, правильный. Они не входят дверями, потому что негде войти. Они прокапывают крышу дома. Что значит «прокопав крышу дома»? На востоке, в Палестине, дома это были такие саванны, они были сделаны из глины, там крыша могла бы идти метр из соломы, смешанной с глиной, для того, чтобы туда не проникала жара, которая там преобладает большее время года. И вот они, прокопав эту крышу, зная, что Христос проповедует в этой горнице, где было много народу, спустили этого несчастного человека на покрывали. И, как сказано здесь, Христос, видя веру их, сказал «чадо, прощаются тебе грехи твои». Очень важный для нас текст. Дело в том, что некоторые люди, находящиеся в различных религиозных заблуждениях, утверждают, что нельзя крестить человека по вере других людей. То есть, заблуждаясь в вопросе православной антропологии, учения о человеке, они говорят о том, что якобы младенцы обвиняют нас, что блондинец не может веровать, поэтому его крестить нельзя. Ну, вот этот как раз пример из Евангелия, он повторяется дважды и у Марка, и у Матфея, показывает, что это заблуждение ошибочно. Ну, во-первых, надо сказать, что все наследуют греховную порчу, как сказано, псалмопевец Давид пишет, Мы знаем, что псалмопевец Давид, его отец был Иесей, это была благочестивая семья, там было много сыновей, но Давид был помазан на царство, он родился в благочестивой семье, ни в каких грехах его мать не рожала, она не была блудницей. Это указание на то, что всякий человек, от Адама и Ева, рождается с уже поврежденностью, уже в неком состоянии человеческой испорченности или порчи. Далее апостол Павел к римлянам эту истину уже утверждает, и этих текстов много в Священном Писании, он пишет в 5 главе 12 стихе, Как одним человеком грех вошел в мир, так перешел во всех человеках. Поэтому, когда здесь приносит этого человека расслаблено, то сказано, что Иисус, видя веру их, этих людей, прощает грехи этому человеку. Так и восприемники после оглашения приносят сегодня младенца, и когда священник испытывает их и, видя веру их, допускает младенца к крещению. Конечно, младенец ничего не совершил, и греха личного у него нет. Но в православии мы разделяем понятие грех приобретенный от первых родителей и грех личный. Смывается грех, и омывается грех приобретенный. Видим, что этот человек находился в расслаблении. Сегодня это очень модное слово. Люди все стремятся расслабиться. И если у вас есть такие друзья, которые стремятся к этому и говорят, мне надо расслабиться, вспомните эту историю, возьмите его, приведите его ко Христу в Церковь Божию, покажите ему, что есть Христос на самом деле, дабы он исцелил их внутреннее состояние, возможно, и уже и внешние какие-то болезни, которые есть, с этим образом жизни расслабляться всю ночь. Я, честно говоря, не очень понимаю, как можно расслабиться, не спать всю ночь. По-моему, это не расслабление, а какое-то самоиздевательство. Итак, если мы, как православные христиане, видим таких людей, которые находятся в таком расслаблении, это евангельское поучение будет для нас побуждением к действию. И мы читаем далее, что, как прочитали, что здесь многие видят, что Христос говорит, «Чадо прощается тебе, грехи твои». Фарисеи и книжники все время наблюдали за ним, что он сделает и что он делал. И здесь они начинают его обвинять. Он говорит, он богохульствует, как он делает себя Богом, будучи человеком. Но Христос здесь указывает именно на свою божественность. И евангелист Матфей это подчеркивает, так и говорит, потому что он знал помышления их, мысли. «Для чего вы мыслите, — говорит, — худое в сердцах своих? Ибо что легче сказать, прощаются грехи, или сказать «встань и ходи», чтобы вы знали, что Сын человеческий, милая власть на земле, прощать грехи. Тогда говорит расслабленному. И он встал и пошел. То есть мы видим, что здесь указывается на то, что Христос знает помышления. Дьявол не может знать наших мыслей. Он не может знать нашего внутреннего помышления. Он может только догадываться по каким-то нашим действиям, к чему мы стремимся, на кого мы смотрим, какие у нас пожелания. Но полностью знать наш внутренний мир, проникать в наш внутренний мир, ему запрещено. Об этом свидетельствует, например, книга Иова. Помните, когда дьявол говорил, «Дай здоровье Иова, дай семью его, дай богатство». Все это было дано ему, дьяволу, прикоснуться по воле Божией. Но когда он сказал, «Дай мне душу его», то Господь промолчал и отогнал. То есть здесь бессмертная душа, наша бессмертная душа, она в глазах Бога, это драгоценнейшее, ее состояние этой души, это драгоценнейшее состояние. Поэтому он не дает власти дьяволу проникать в наш внутренний мир, ума, чувств и намерение нашей воли. Итак, он встал, этот человек взял постель свою и пошел. Почему тут делается такой акцент силлогизма? «Возьми постель твою иди», да и седьмой стих «взял, встал и пошел». Дело в том, что чтобы явно было здесь видно чудо, иногда Христос говорит «не говорите никому», а здесь он, чтобы это люди вера видели и уверовали. Поэтому здесь делается этот акцент. Дело в том, что в Священном Писании, например, у апостола Павла в послании к Коринфянам, 1 Коринфянам, 14 глава, да, можно даже и проверить, апостол Павел пишет следующее, что знамения или чудеса, которые даются людям, они не для верующих, а для неверующих. Вот как об этом пишет апостол Павел. Итак, там говорится о знамении языков иностранных, об которые апостолы получили в день Пятидесятницы для проповеди Евангелия, не знав их. И здесь пишет апостол Павел, 22 стих. «Итак, языки, суть знамения, не для верующих, а для неверующих». То есть любые знамения и чудеса, они не для верующих, а для неверующих, для того, чтобы люди могли как-то увидеть, да, здесь что-то такое неестественное, а то, что мы можем наблюдать в мире, а сверхъестественное. Поэтому и делается этот акцент. Далее народ же, видев, что удивлялся и прославлял Бога, давши такую власть человеком, проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфей, и говорит ему, «Следуй за мной». И он встал и последовал за ним. То есть здесь евангелист Матфей описывает о своем призвании, как Господь его призвал. И он употребляет к себе имя Матфей. Хотя имя Матфея было такое не очень приличное, имя Левий было такое более подобающее. Евангелист Лука, например, называет его Левий. А Матфей называет себя как есть. То есть он показывает все свое прошлое, не стыдится его, и называет себя этим именем, которое по достоинству с именем Левий намного ниже. Это нам пример того, чтобы мы не стеснялись своего прошлого, то, что какими мы были людьми грешными. Апостол Павел этого не стесняется, чтобы свидетельствовать этому миру. Апостол Павел этого не стесняется, говорит, я иудей из иудеев, из колена Вениаминова, некогда знавший церковь, как изверг, он говорит о самом себе, пока Господь не призвал меня в чудный свой свет. То есть свидетельство о том, кем мы были, и кем мы стали, и где надеемся быть, это, в общем-то, нормальное совершенно свидетельство. Оно было присуще и апостолам, например, евангелисту Матфею, как мы видим, он пишет здесь о себе так. «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возглядели с ним и учениками его. Увидев то фарисеи, сказали ученикам его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». То есть мы видим, что фарисеи всячески стараются уловить Христа, они всячески наблюдают за ним, ничего нельзя сказать. Все, что только, если он говорит, сразу они, если они видят в этом какое-то противоречие своим религиозным представлениям, сразу они его стараются поставить на место. У нас тоже бывает такое, к сожалению, в нашей церковной среде, когда друг за другом подглядывают, подсматривают, подслушивают. Есть такой печальный факт, который называется доносительством, пишут какие-то там, ну, если, как сказано в Евангелии, «Если согрешил брат против тебя, пойди обличи один на один, послушай, приобрел брата твоего, не послушай, двоим троим, двоих троих не послушай, тогда уже церкви». Поэтому этот принцип евангельский очень важен, чтобы избавить нам самих себя от этого греха, которым просто пропитан сегодняшний мир, и, к сожалению, как я уже сказал, он проникает и в церковную среду, это грех осуждения. Вот это фарисейское состояние, постоянно подглядывать, подсматривать, осуждать, упрекать. И вот они вот здесь упрекают Христа, говорят, как ты ешь с мытарями и грешниками, на что Христос дает им удивительный ответ. Он говорит, не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Кому это он говорит? Фарисеям. Они себя считали праведниками. Они считали, что все они уже, они достойны быть сынами Авраама и возлечь с ним, и быть с ним здесь. Они ждали земного царства, земного мессию, что вот они именно народ избранный. Христос им говорит и с таким упреком, потому что, как сказано, нет праведного ни одного, все согрешили и лишены славы Божьей. И Христос их упрекая, видя их сердце, что они считают себя праведными, говорит, что вы не имеете нужду во враче. Почему? Потому что вы не видите, что вы больны. Это очень опасное состояние. Когда человек приходит к врачу, врач ему говорит, что ты болен, он говорит, да ну, какая-то ерунда. Что там это МРТ, что там этот анализ крови, что это флюграфия, ничего это не значит. Я здоровый. Ну и пошел дальше. Не выполнив предписание, которое дал врач, что с этим человеком произойдет, рано или поздно эта болезнь даст о себе знать, если еще и выживет. В какой степени, смотря, она запущена, да. Итак, он дальше приводит, как мы видим в 13 стихе, стих, который им знаком. Он приводит здесь пророка Осию, 6 глава, 6 стих. Он говорит, милости хочу, а не жертвы. Почему он приводит этот стих? Потому что фарисеи надеялись спастись своими делами, своими жертвами, своими жертвоприношениями. А он говорит, а я милости хочу. Что это значит? Это заповедь блаженства. Блаженны, милостивы, ибо они помилованы будут. Или молитва Отче наш. Как молитва Отче наш, да будет воля твоя, окна небесейной земли, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем другим людям, то есть должникам нашим, кто и нас обидел. Поэтому он указывает здесь, что главное в жизни человека. Милости, говорит, хочу, а не жертвы. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, 14 стих, почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся. И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И далее, говорит, никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерется от старого, и дыра будет еще хуже, не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорвутся мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое. Что здесь указывает, что без покаяния, без состояния покаяния и соединения со Христом всякий пост не может быть постом угодным Господу. Мы видим, кто здесь приходит с фарисеями. Приходят ученики Иоанновы, то есть ученики Иоанна Крестителя. Они еще не видят во Христе того Мессию. Они очень привязаны к своему учителю, к Иоанну. Мы увидим это в дальнейшем, в 13 главе, когда Иоанн Креститель пошлет их и скажет, идите посмотрите, не тот ли это, который должен прийти. Там мы зададимся таким вопросом, сейчас только наперед чуть скажу, что Иоанн не знал, почему Он посылает своих учеников и не знал, кто это. Конечно, знал, но для того, чтобы ученики не прилепились к Нему как к человеку, как к учителю, как к духовнику, а за Ним видели бы Христа, чтобы они прилепились к Нему, потому что Он всего лишь притеча. Видимо, ученики приходят, как сказано, и сказал им Иисус, мог ли печалиться на чертога брачного, пока с ними жених. То есть пост нужен для того, чтобы соединиться со Христом. Пока Христос с ними, они не имеют в этом нужду. О посте очень много говорится и в Ветхом Завете, и пророк Исаия, в частности, в 58-й главе пишет тот пост, который избрал Бог. Вот как об этом сказано, 58-я глава с 1-й стиха. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажу народу моему на беззаконие его, и дом моих акклю на грехи его. Они каждый день ищут Меня, это Бог разговаривает здесь с людьми, говорит, каждый день ищут Меня, хотят знать пути Мои, как бы народ поступающий правильно и не имеющий и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают Меня о судах правды, желают приближения к Богу и спрашивают у Бога, почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь? Сам вопрос уже очень интересен, что Бог что-то не знает и не видит. Значит, люди так постятся, что так думают о Боге. И дальше вот что. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссоры распори и для того, чтобы дерзкую рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом угодным Господу? Вот пост, отвечает Господь, который я избрал. Разреши оковы неправды, то есть перестань врать. Вот что главное, что толк, что ты голодаешь, но врешь. Развяжи узы ерма и угнетенных отпусти на свободу. Кто это такие угнетенные? Это наши добрые дела, которые мы угнетаем своими грехами. Расторгни всякое ермо, то есть это ермо, которое повесло на нас, грех давлеющий над нами. Раздели с голодным хлеб твой. Не только хлеб, как хлеб милосердия материальный, но и Слово Божие. И Слово Божие, потому что это хлеб наш насущный, как сказано, дашь нам на сей день. Из китающих бедных введи в дом. Когда увидишь на Вова, одень его, иди на кровную твою, не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твое пойдет пред тобой, и слава Господне будет сопровождать тебя. Тогда ты возопеишь, и Господь услышит. Воззовешь, и Он скажет, вот я, когда ты удалишь из среды твое ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, вот пост, который приближает к Богу, а не тот пост, который ради голодания, просто ради какой-то диеты. Но здесь ученики не понимали, и даже Иоанновы, почему Христос не постится у ученики его, но Христос им объясняет, потому что без покаяния нельзя вливать молодое вино. Без покаяния пока еще нет благодати, пока еще и рано на учеников накладывать такие какие-то подвиги. Об этом очень много, кстати, пишут на этой церкви, например, из небеленной ткани, например, материю. Смысл этих слов святитель Ироним Стридонский. «Доколе кто еще не возрожден и отложив ветхого человека, не будет через мои страдания облекаться в нового человека, до тех пор он не сможет выносить более строгих предписаний относительно поста и воздержания, чтобы из-за чрезмерной строгости не утратить ему той веры, которую он показывает ныне». Конец цитаты. То есть мы видим, что здесь и предупреждение и ученикам, и последующим людям, пришедшим в вере, и подсказка людям, советующим поститься, что не надо возлагать времена неудобно носимые, прежде чем человек еще не пришел к вере. Без веры Богу угодить невозможно. Когда он говорил им сие, 18 стих, подошел к нему некоторый начальник и кланясь ему говорил, «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, она будет жива». И встав, Иисус пошел за ним и ученики его. Видим, что начальник синагоги, он не говорит как сотник. Помните, сотник говорил, «Господи, я даже не достоин, чтобы ты вошел под кровь дома моего». Здесь же этот начальник синагоги, которому говорит, что он построил синагогу, он говорит, «Приди и прикоснись». И свидетель Иоанн Златоуст пишет, что вера его была намного слабее, неже вера сотника, который говорил, «Только скажи Господи слово, и выздоровеет слуга мой». И вот, когда он идет, все-таки он внимает его просьбы, раз он его просит, Христос идет, откликается, видит эту веру, может быть, хотя бы с горчичное зерно. И встав, Иисус пошел за ним ученики его. И вот женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде его выздоровею. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал, «Дерзая черь, вера твоя спасла тебя, женщина с того часа стала здорова». У другого евангелиста эта история описывается так же, у евангелиста Луки. Он пишет о том, что эта женщина издержала много средств на врачей, но не получила от этого никакой пользы. И вот она в сердце своем говорит тайно, хотя бы подойду, почему она тайно это делает, потому что она боялась открыться о своем грехе, да может быть, ведь если бы она об этом сказала по Ветхому Завету как нечистой, ее бы никто ко Христу и не подпустил. Но она внутренне возбуждая в себе веру во Христа, что говорила, что только лишь прикоснусь, то исцелюсь. И Христос ей говорит, «Иди, вера твоя спасла тебя». Она верила, что в соприкосновениях со Христом она обретет исцеление. Действительно, так и произошло. Сегодня очень много мы знаем, что под видом хлеба и вина мы принимаем истинное тело и истинную кровь Иисуса Христа. Очень много сегодня людей желают получить исцеление, прикоснувшись ко Христу, причастившись к святых христовых тайн. Иногда в праздничные дни люди даже и толкаются у чаши, например, на Пасху, на Рождество. Но не все получают исцеление, не все получают здоровье. Почему так происходит? Сказано, по вере вашей да будет вам. Откуда же взять веру и как в ней укрепиться? Сказано, вера от слышни, а слышни от слова Божия. Поэтому необходимо вникать в себя и в учение эти слова, повторяю, очень часто. Заниматься этим постоянно. Так себя спасем и слушающих нас. Иисус, обратившись, говорит, и черь, как бы обращается, дочь, вера твоя спасла тебя. И когда пришел Иисус в дом начальника, увидел свирельщиков и народ в смятении, сказав им, выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит, и смеялись над ним. Мы видим, что пришел ее отец, она действительно не спала, это не был литургический сон, что отец сам, начальник синагоги, пришел и засвидетельствовал, говорит, моя дочь, она уже умирает. То есть, и здесь уже пригласили этих людей, свирельщиков, раньше плакальщиков, специальных приглашали. И они сидели и играли, уже эти похоронные песни, но Христос их выгоняет и говорит, она не умерла, она спит. То есть, Христос здесь сравнивает смерть со сном. Он говорит, что смерть, мы так и говорим, наше слово русское, усопший. То есть, а кладбище мы не называем погост. Поэтому мы на время уснули и погостим на кладбище, пока Христос придет во славе своей и скажет, выйдите из гробов на суд, который будет и в паке грядущего со славы, судить живую мертвую, уже царство не будет конца, когда он придет во славе своей. Поэтому Христос говорит, что смерть, это не то атеистическое представление о смерти, что умер, лопух на могиле вырос, и этим все закончилось. Нет, смерть, это всего лишь навсего временное приостановление в этой земной жизни и переход души в жизнь вечную. Но придет Христос, когда даст нам новые тела, как сказано апостол Павел в послании фессалоникийцам. Не хочу оставить, говорят вас, братья, в неведении, ибо при возгласе трубы архангела мы изменимся, те, которые будем живы, а те, которые в гробах воскреснут, так всегда с Господом будем. Это он говорит им о том, чтобы они тоже не заблуждались в этом вопросе. И далее, когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку и девица встала. Христос воскресил ее. И разнесся слух о всем по всей земле той, когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали, помилуй нас, Иисус, сын Давидов. Мы видим, слепые кричат и обращаются к нему сын Давидов. Откуда они знали, кто он? Потому что между фарисеями много народа следовало за ним, и они слышали, что фарисеи рассуждали, они знали Писание, они рассуждали между собой, что он должен прийти из семена Давидова. Поэтому они к нему так и обращаются. Многие уже уверовали, действительно, что это Мессия. И от учеников они, наверное, эти слепые услышали. Потому что те, кто плохо видит, у них очень хороший слух. И они все воспринимают на слух. А эти вообще ничего не видели. Что же Христос? Когда он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус, веруете ли, что я могу это сделать? Они говорят ему, ей Господи. Видим, здесь сказано, что когда он пришел в дом, не сразу он их исцеляет, но идет, и они следуют за ним. Для того, чтобы, ну, если хотите, испытать их терпение, что ли? И они следуют. И веру. А они не оставляют его. И говорят, вот мы поросили, а он не сделал, ну, тогда мы пошли своей дорогой. Нет, они идут за ним. Сколько этот путь был неизвестен, может быть, целый день. Они шли за ним, пока он не вошел в дом, и только в доме их исцеляет. И говорит, веруете ли? Они говорят, да, Господи, ей, то есть, да, Тогда он коснулся глаз их и сказал, поверье вашей, да будет вам. И открылись глаза их. Иисус строго сказал им, смотрите, чтобы никто не узнал. А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле то. И здесь Христос не хочет, чтобы люди уверовали только в чудеса. В одном месте он говорит, идите, да, действительно, засвидетельствуйте, а здесь говорит, нет. В другом месте он говорит, что когда исцелил слепого, помазал его глаза брением и сказал, идите, засвидетельствуйте священникам, что ты исцелен, прокаженного исцелен, а здесь нет. Разные ситуации, разные люди, мы не видим сейчас этих людей, Христос тогда видел, кто его окружал, поэтому он говорит, пока вы ничего не говорите. Но люди пошли и рассказали. Не потому, что непослушность Христа, но не могли удерживаться. Может, здесь можно и в какой-то мере извинить. Представьте, люди не видели ничего, а вдруг они стали зрячими. Удивительно. По вере вашей, говорит, да будет вам. Многие отцы церкви здесь видят и в этих двух слепых, видят и два народа, языческие, да, церковь, вот Блаженный Августин, например, есть такая цитата. Дочь начальника синагоги символизирует иудейский народ, а женщина символизирует церковь из язычников. Господь Христос, рожденный от иудеев по плоти, явился по плоти и самим иудеем. И далее говорит, что эти два человека символизируют собой двух, два народа, иудейские и языческие, которые по вере во Христа может прозреть. Вот святитель Анзотауст пишет, цитата, «Для чего Христос ведет за собой слепых, вопиющим о помиловании? Для того, чтобы и этим научить нас избегать людской славы. Поскольку дом находится поблизости, он ведет их туда, чтобы исцелить наедине. Это видно из того, что Христос не велел никому говорить об исцелении». Далее, «Когда же те выходили, то привели к нему человека немого и бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил, «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили, «Он изгоняет бесов, седел князя Бесовского. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах, их проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Мы видим, что здесь происходит еще одно исцеление и изгнание беса. Опять фарисеи, они не верят, что это Мессия. И говорят, он возгоняет силы бесовскую, в другом месте говорят силы Вильзевула. Вильзевул это был такой демон, который считался уязычником повелителей мух. То есть, когда мух было много, они молились этому Богу, чтобы мух было меньше в их жилищах. Поэтому они говорили, что вот он возгоняет этой силы, потому что они как бы улетают, бесы из души человека, поэтому мух. То есть, такие нелепые упреки, которые приводят фарисеи в адрес Господа и Спасителя Иисуса Христа. Но мы видим, что все пророчества здесь исполняются. Видим, что, как сказано пророк Исаии, что он придет, чтобы отверзать уста немым, открыть глаза слепым, исцелить расслабленных, воскресить мертвых, изгнать бесов. Все это раскрыто уже в этой главе. Настолько здесь все эти события, они стоят близко по отношению друг к другу. Мы видим, расслабленные, кровоточивые, и слепые, и немые, кто только не приходил ко Христу. И сказано, что он ходил по городам и селениям, уча в синагогах их проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Действительно, как тогда, так и сегодня жатвы много. Жатва это весь этот мир, то есть это люди, которые нуждаются в Слове Божьем, которые нуждаются в призыве в Царстве Христово через покаяние. Действительно, делателей мало. Сегодня, скорее, больше деятелей, больше таких. Мы иногда путаем миссионерское служение, служение просвещения с какими-то роликами, иногда не совсем удачными, или флешмобами, или какими-то еще очередными такими формальными представлениями проповеди Божьей. Не совсем, как я сказал, иногда качественного такого вот качественного его состояния. Поэтому Христос говорит, что мало действительно делателей. Тот, кто действительно делал бы и шел бы к этим людям, как он сказал своим ученикам, идите научите, все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Сына, и Стога Духа, уча их соблюдать все, что я заповедовал вам. И Христос говорит это своим ученикам, и дальше мы увидим, что в 10 главе, которую мы продолжим с вами в следующем занятии, увидим, что Христос призывает к себе 12 апостолов для того, чтобы приумножить и дать впоследствии благодать Святого Духа в день Пятидесятницы апостолам, чтобы они вышли на эту жатву, чтобы призвали людей, которые еще находятся во тьме и ослеплении, дабы соделать и их наследниками Царствия Своего. Продолжение следует...